В студии теледедок Екатерина Ищенко и мы продолжаем нашу тему. Тема у нас сегодня варикоз и отеки. Перейдем сейчас к отекам. Татьяна Марковна, отеки могут, как известно, сопровождают беременность, они могут быть вызваны как варикозом, так и отдельной неприятностью. Расскажите о них, как вообще распознать, есть ли у тебя отеки? Отеки довольно часто сопровождают течение беременности, особенно вторую ее половину. То есть если это не связано с варикозной болезнью, то отеки могут появиться и без наличия таковой, просто потому что есть беременность, потому что есть, опять же, венозный застой, сопровождающий беременность, потому что есть увеличение объема циркулирующей крови. И это, если углубляться, ну чуть-чуть, это связано с тем, что несколько нарушается проницаемость сосудов, и жидкость из сосудов выходит в ткани. Почему вот нельзя не пить? Это очень частое заблуждение, когда говорят, у вас отеки при беременности, вам нельзя много пить. Много действительно нельзя, ни 3, ни 5 литров. Но и сокращать норму нельзя. Но меньше литра категорически пить нельзя, потому что в сосудах и так идет уменьшение объема жидкости при отеках, идет повышенная проницаемость, пропотевание тканей. Вот скажите, в этот литр входит жидкости, кроме обычной воды, то есть это может быть там суп? Ну, в принципе, входит, но может и не входить. То есть вот тут самый главный метод контроля – это суточный дюресс. Этому даже учат в консультациях. То есть если беременная женщина чувствует или ей доктор говорит, что она много прибавляет, допустим, нет внешних отюков, но идут большие приводовы, вывешиваются при каждой явке беременной женщины, особенно во второй плане беременности. Если прибавка превышает 500 грамм за неделю, это уже считается многовато или много. Если больше, так это много. То есть речь идет, если нет даже внешних отеков, доктор подозревает скрытые отеки. Почему это опасно? Потому что отекают, в общем, все ткани организма, и в том числе плацента. А если идет нарушение кровоснабжения в плаценте, риск уменьшения поступления кислорода и питания к ребеночку. Поэтому, в общем, на это обращают внимание. То есть, опять же, большая, чтобы не запугать вас, большая, допустим, прибавка, так называемые врачи говорят, патологическая прибавка веса. Это не катастрофа, но на это нужно обратить внимание. И если идет большое количество жидкости, допотребляемой, может быть, немножко уменьшить, убрать синтетические напитки. То есть пусть это будет вода. Ну, вообще-то исключено, я так понимаю, от беременности. Грамотные беременные исключают, а есть всякие. Поэтому сейчас, к сожалению, выбор большой очень в магазинах всяких напитков. Поэтому синтетические напитки по возможности исключить вообще. Пусть это будет вода, пусть это будет клюквенный брусничный морс, в конце концов, какой-то почечный сбор, какой-то негорький, допустим. И поизмерять суточный диурез. Что это подразумевает под собой? За сутки, с учетом ночи, иногда беременные встают ночью и пьют, или в туалет. Сейчас-то я вам скажу. По-всякому бывает. Измерять количество выпитой жидкости. Здесь уже с учетом всей. Суп, фрукты, овощи. На глаз, конечно. То есть миллилитры там уже считать не надо. Тарелка супа 150 или 200, в зависимости от вкусов и аппетита. Стакан чая у кого-то 150, у кого-то 250. То есть записывается за сутки, сколько выпито, и уж извините, сколько выделено. Для этого надо мочиться в мерную баночку. Ну что делать? А по-другому не посчитать. И за сутки, с учетом ночи, выпито и выделено. И если получается, допустим, что беременная женщина за сутки выпивает 2 литра, но при этом выделяет почти 2, может быть чуть меньше, ну и хорошо, значит ей не надо пить меньше, значит она пьет адекватное количество жидкости. Если же беременная женщина пьет 2 литра, а выделяет, допустим, вдруг 700 миллилитров, это не значит, что нужно пить 700 миллилитров. Нужно убавить, конечно, ну допустим, литр 200. Но при этом почечный сбор, клюквенный брусничный морс. Ну что-то мне подсказывает, такими посчетами занимаются единицы. Ну это занимаются. Это не так сложно на самом деле. Когда встает вопрос о выборе лечения в дневном стационаре или госпитализации в стационар, или посчитайте суточный диурез, чтобы определить объем выпито-выделенного, все все делают, поверьте мне. Я так понимаю, вот на Западе проблема отеков, они ее считают физиологической, никак не пытаются воздействовать. Отечественные врачи на это что говорят? Все имеет свои пределы. То есть, безусловно, какие-то незначительные отеки, то, что врачи называют пастозность, легкие, особенно к вечеру, особенно летом, беременность третьего триместра, это частое явление. Но при этом, если нет задержки жидкости в организме, нет вот этих вот патологических, больших, полтора килограмма за неделю, это очень много, нет патологических прибавок, то, в общем, на это не то чтобы закрываются глаза, но достаточно спокойно смотрят доктора. Если же вот эти вот отеки выраженные, то есть, бывают всякие ситуации, не то что кольца не одеть, а их не снять, и в обувь, так сказать, не попасть, и идет задержка жидкости, это уже, в общем, опасно, потому что это сопровождается не только внешними проявлениями, но и нарушениями кровообращения во всех органах и тканях, в сердце, в почках, в плаценте, опять же. Нужно вовремя отреагировать. Иногда даже женщин госпитализируют беременных с такими выраженными отеками, чтобы предупредить более грозные осложнения. Ну, и чтобы подытожить наш разговор, возвращаясь и к теме варикоза, да, и отеков, симптомы перечислить, на которые стоит обратить внимание и уже что-то с ними делать, обращаться к врачу? Отеки, особенно во второй половине дня. Ну, это заметно, да, даже можно не по кольцам, просто человек, когда видит свои руки, ноги, по обуви, легким надавливанием на область голени, на область косточки, остается ямка, это уже либо отеки, либо постозность. Ощущения неприятные, чувство жжения в ногах, покалывание, онемение. Иногда женщины говорят, что судорожные явления в окроножных мыхтов сводят ноги. Сводят ноги. Да, но это может быть недостаток микроэлементов? Это может быть недостаток микроэлементов. Это неоднозначно. То есть жалобы у нас уже все очень многозначно. Нужно пытаться дифференцировать. Но если они в комплексе, то это может быть еще один симптом. Появление внешних венозных сосудов, крупных венозных сосудов, но они могут даже выступать над поверхностью кожи. А это уже однозначно варикоз. Это уже варикозная болезнь, да. либо мелкие венозные сосуды, в народе их называют сеточки, сеточки появились на ногах, это тоже мелкие венозные сосуды, идёт всё-таки венозная недостаточность. Поэтому определённые мероприятия, если не запрещает их акушер-гинеколог по каким-то показаниям, гимнастика, местные наружные средства, гели, кремы, можно, если уже назначает врач, это уже назначает доктор, препараты венотоники, есть такие препараты, которые можно при беременности, они улучшают венозный отток. Но это уже всё обсуждается с доктором. Спасибо большое. Напомню, у нас в студии была Татьяна Марковна Корзо, акушер-гинеколог, и сегодня мы говорили о варикозе и отёках ног.